Довольно часто смотрю по телевизору, если кто-то играет, то есть знаю каких-то, ну, довольно известных теннисистов, там Роджер Федерер или Данил Медведев, знаешь. Раньше Александр и подумать не мог, что когда-нибудь на личном опыте узнает, каково это выйти на корт. Однако сейчас у него, как и у остальных колясочников, первое занятие. Приехать на тренировку его побудила не только любовь к теннису. По большей части именно социализация, потому что, ну, скажем так, выходов в свет у нас немного, у нашей категории людей, какие-то мероприятия, это как раз повод проветриться, прогуляться, с кем-то познакомиться, с новыми людьми. Но прежде чем браться за ракетку, нужно разогреть мышцы. Упражнения те же, что и у обычных спортсменов. Сам теннис на колясках тоже мало чем отличается от стандартного. Разница в правилах игры минимальная. Допускается вместо одного касания, два касания мяча допустимо. И все остальные правила все те же, что и в большом теннисе для обычных людей. Такое правило необходимо, чтобы колясочник мог успеть доехать до мяча. Поэтому так ведем и проводим. Мяч улетел, а ракетка вот сюда ведется, вот так заканчивает плавно. Пока набрали одну группу. Всего 8 человек. От 6 до 35 лет. Но в будущем, если найдутся желающие, сформируют еще несколько. Мы проводим им тестирование. По нашим нормативам мы дальше уже выявляем способности участника. Либо это для него будет реабилитация, либо он сможет развиваться в дальнейшем спорте. И мы формируем дополнительные спортивные группы, добавляем часы. И где ребята уже более плотно занимаются спортивной подготовкой. Бесплатные уроки стали возможными в рамках всероссийского проекта «Пара теннис РФ». Благодаря ему в Алтайском крае на базе классического университета открыли первую площадку для тренировок инвалидов-колясочников. Вторая, скорее всего, появится в Бийске. Дальше в других районах. Уже через несколько месяцев спортсмены смогут принять участие в своих первых соревнованиях по теннису на колясках. А пока что тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Данил Кузнецов, Александр Антропов. День с толком!